Приветствую вас, дорогие друзья! С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. Дэвид Эггерс вы уже знаете. Всем привет! И сегодня я хотела представить Наталью. Наталья мой партнер, наш партнер в регионе Тампе. Сегодня мы находимся в Тампе, которая расположена на берегу Мексиканского залива. И Наталья помогает с нашими клиентами в этом регионе. Очень хороший профессионал, она не просто красавица, но, как я и говорю, отличный профессионал. Она очень знает все районы, все пригороды Тампе. И, Наталья, представься, пожалуйста. Спасибо, Надя. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно быть на вашем канале. Меня зовут Наталья, я работаю в Тампе. И я в топе 5 риэлторов в Тампо-бэй-эре. Так что вы будете в хороших руках, если попадете сюда, будете рассматривать покупку. Расскажу вам все про районы, про центр города, про школы. Всю информацию, которая для вас очень важна. Какие планы сегодня? Да, сегодня планы таковы. Сейчас мы находимся в сердце Тампо. Я так поняла, да? Это очень красивый, достаточно старый город. Тампо-старый город. Безумная, реально неописуемая красота в центре города. Столько бутиков, ресторанов. Здесь очень приятно погулять, провести свой досуг. Недаром Наталья выбрала именно вот это место. Очень красивый скверик. Но наши планы сегодня. Мы вам покажем два дома, которые находятся в центре города Тампо. Совершенно разные дома. Это будет нашим секретом. Сейчас мы проедем в дом номер один. И Наталья нам все расскажет об этом доме. Да, обязательно. Пока! Друзья, сейчас мы находимся перед объектом номер один. Номер два объект. Будет после этого. Оставайтесь до конца с нами. И я даю слово Наталье. Она будет гидом по этому дому. Ребята, дом просто... Просто вообще чудо какое-то. Я таких домов не видела еще. Давай посмотрим. Покажи нам, Наталья. Обязательно. Расскажи, пожалуйста, по дому информацию. Да, смотрите, ребята. Этот дом был построен в 1925 году. Мы находимся сейчас в части Тампо, где как раз очень многие дома были вот этой постройки в 20-х годах 20-го столетия. Конечно же, у нас есть и новые дома. Есть много соседств в Тампо-бэй-эре вокруг, которые более-таки семейные, спокойные районы. Но мы находимся в этой части, которая тоже очень хорошая. Здесь замечательные школы. Можете на велосипеде добраться до даунтаун-центра города. Буквально совсем недалеко. Можно даже пешком дойти. Вот, значит, мы находимся в той части города. Здесь есть два небольших островка. Вот мы находимся на одном из островов. Многие дома здесь находятся на воде, поэтому ценник этих домов очень высокий. И вообще, часть города, где мы, в основном это самый высокий ценник по всей Тампо-бэй-эре. Поэтому дома, конечно же, не дешевые. Ну, по крайней мере, эти дома, эта улица не находится на воде и ценник ниже. Да. Это, это да. Вот. Значит, как я сказала раньше, этот дом был построен в 1925 году. И это был один из самых первых домов, который был построен на этом островке. Остров называется Дэйвис-Айланд. Рядышком есть Харбор-Айланд тоже с очень популярными домами. Один из самых знаменитых жителей этих островов, Том Брейди, который здесь жил, когда он играл в... Я болела за Патриот. Обожаю Том Брейди. Да, да. Вот. Можно было с ним здесь познакомиться, например, когда он гулял со своей собачкой или с детьми. Интересно, а он уже переехал или он все еще здесь? Вот это хороший вопрос. Мне кажется, он переехал в Майами. Переехал в Майами, да? Да. Вот. Но дом, где он жил, до сих пор есть. Так что, может быть, как-то с Надей его и покажем для вас. Вот. Ну, а сейчас... А, еще немножко расскажу про дом. Сам дом. Цена. Самая главная цена. То, что я сказала, что здесь не так дорого, но это не так дорого, как на канале. Да. Но это еще не дешево. Цена дома. Да, смотри. Значит, цена дома миллион пятьсот пятнадцать тысяч. Здесь в доме четыре спальни, две с половиной ванны и по квадратуре он две тысячи четыреста квадратных футов. Налог, если там есть у нас. Какую еще информацию? Значит, налог. Три с половиной. Три с половиной тысячи, что, в принципе, очень мало для такой цены. Кстати. Это удивительно, честно говоря. Да. Очень. Что-то здесь подозрительно. Ну, ладно. Ну, этим домом владели очень долгое время одни владельцы. Это все я объясняю. Поэтому здесь был tax cap, который продержался. Потом его купили в прошлом году один из инвесторов, но еще налог не успели переоформить с тем, чтобы... Да, ребят, налог будет другой, потому что налог высчитывается от value, да, нового value, то есть то, что платил этот прошлый владелец, это была цена дома лет сорок назад. Сорок назад, да, да. Окей, хорошо. Тогда налог можно даже не спрашивать. А какие еще у нас могут быть? Эчуей здесь нет? Здесь нету Эчуей. Отлично. Вот это очень хорошо. В этих частях Тампа, где старые дома, здесь не было, понятное дело, еще в двадцатых годах соседств со своими Эчуей, поэтому здесь этого нет. И, кстати, очень многих наших зрителей волнует вопрос, из чего сделан дом? Значит, в основном эта конструкция и все дома, которые построены в двадцатых годах, будет wood frame, вот, и у них тоже как бы нету slab, как у многих новых домов, когда идет foundation, как slab, здесь идет основание дома, а здесь что? А здесь тоже дерево, деревянные баллы. А как же делать какой-то, ну, уход за ними от времени к времени? Мы рекомендуем обязательно, ну, как бы проверять, если, особенно когда люди покупают такие дома, мы делаем инспекцию дома, обязательно проверяем foundation, уровень, и во многих этих домах есть crawl space, где инспектор проверяет там. А, окей, хорошо. По крайней мере, это можно увидеть. Ну, господа, 1925 год. Дом стоит. Дом прям, да. Очень крепко стоит на ногах, на сваях или на чем-то. Да. И также дом покрыт, видно, глиной, да? Да. И что интересно, очень интересный тоже факт, это то, что владелец, бывший владелец этого дома был владельцем компаний по крышам. Вот видите, у них черепичные крыши, и он был один из владельцев самой большой компании, которая предоставляла черепичные крыши, как бы, во все дома там по Бэй Эре. Поэтому, вот. Ну, вот у меня такое впечатление, как будто мы сейчас попали в какую-то маленькую Грецию, что ли. Да, да. Очень уникальный дом. Уникальный. И рядышком тоже. И вообще, просто столько цветов, столько флоры, да, здесь. Ну, все красивое, очень, ну, ухаживали за ландшафтом. Но давайте пройдем. Да? Задержались мы. Проходите, пожалуйста. Сейчас мы входим во внутренний дворик, получается, потому что главный вход, скорее всего, с той стороны. Там кованые ворота, мы, возможно, оттуда выйдем. Да, есть вот такая небольшая area, где можно посидеть утром с чашечкой кофе, посмотреть на соседей, поздороваться. Это бывает в домах фронт порч, передняя верандочка. Да, фронт порч. А здесь мы заходим, тоже такая как бы первая часть дома, когда заходите, чтобы разуться. Коридор. Коридор. Коридор, да. Кстати, коридор отсутствует во многих новых домах. Да. У меня постоянно зрители спрашивают, а где коридор? Да. Почему в Америке нет коридоров? Нет. Ну, по крайней мере, во Флориде коридоры не особо нужны, потому что нам раздевать нечего. Американцы вообще не разуваются даже, то есть нам там ставить нечего в коридоре. Но вот. Знаете, ребята, если ищите коридор, ищите дома постройки двадцатых годов. Здесь он будет. Вот в чем секрет. Да. Хорошо. Веди нас. Теперь смотрите, мы проходим в как бы одну из главных частей дома. Это family living space. Довольно-таки просторное. Что интересно, они оставили оригинальные потолки с балками. Единственное, мне кажется, они только перекрасили, потому что стены тоже оригинальные. И также полы. То есть много чего вот реально оставили оригинальным. Оригинальным. Ну полы старые, но они очень такие прям, ну я не знаю, ну прям вот старые, но хорошие, крепкие. Хорошего качества. Да, естественно, все было крепкое. Конечно, можно увидеть кое-где потертости есть, но это старый пол, это история. Да, да, и это очень ценится. Вот, рядышком столовая комната. Что мне кажется, они тоже очень хорошо сделали. Поставили круглый стол, он здесь очень хорошо смотрится. Достаточно места, не маленькое место. И здесь есть одна очень интересная комнатка, которую я вам сейчас покажу. Секретная комната. Секретная комната. Ух ты. Вот она. Слушай, выполнена в образе книжного шкафчика, да? И книжной полки. Это дверь. И она открывается. Ничего себе. Я бы никогда не нашла. Как ты догадалась? Вот так вот можно. Секрет. Ну давайте посмотрим что-то. Так, открывай, Наталья. Слава. Вот. Так, заходите. Молодец, все получилось. Получилось. Значит, это не кухня, но видимо, знаешь, когда люди приглашают особенных гостей. Особенных. Их закрывают в специальном помещении. И готовят специальную еду для них, вот. Поэтому здесь есть как бы часть кухни, мне кажется, более такая барная area с холодильником для еды. А ты знаешь, что идея, Наталья? Если здесь есть душ. А, души нет. Окей. У меня появилась хорошая идея, что можно было бы сделать маленькую студию. А, да. Но нет душевой кабины. Просто закрыть и... И выход. Да. Ну, те, кто будет снимать на Airbnb, например, да. Они могли бы у них... Ну, не получилось. Идея не совсем. Кстати, что интересно, там поразрешает краткосрочную аренду. Здесь нет сильно больших restrictions, как ограничений, как, например, и возле пляжа. Вот возле пляжа у нас намного сложнее. Ну, вот если здесь что-то добавить, чтобы можно было помыться, здесь есть санузел, но он не полный. Вообще было бы идеально. Да, я согласна. Кухня есть. Поставить диван раскладной, телевизор повесить. Вот такие маленькие, в принципе, они сдаются неплохо. Кто приезжает там на 2-3 дня, останавливаются. Окей. Да. Так. Ну, а теперь идем на самую главную кухню. Очень просторная. Конечно же, этот человек, который купил дом и переделал его, продает, он поставил полностью новую кухню, поменял здесь полы. И что вот интересно, сразу идет выход в... Как бы вы можете сами сделать из этой комнаты свое предназначение. Можно поставить еще дополнительно столовую сделать или офис, у кого как, насколько фантазии хватит. Вот, но это очень светлый. Вот, например, даже для офиса еще... Я думаю, для офиса было бы неплохо. Очень хорошая эрия. Да, много вот окошек. Светлая, да, светлая для офиса было бы просто идеально. И недалеко на кухне. Да. Если жаришь котлеты, то бегать далеко не нужно. Очень недалеко. И работаешь. Вот у меня дома офис возле кухни. У меня тоже офис возле кухни. Ну, как классно. Мы знаем, где офисы делать. Вот. Красивое, современное. Такое сочетание интересное. Современность с историей, да, вообще в этом доме. Да. Добавили они вот этот farmer's thing. То есть, да, делают вроде как и современно, но и оставляют немножечко исторических интересных моментов. Просто шикарно. И посмотрите, здесь у нас, Наталья, давай покажем. Объясни, что на этих фотографиях. Они специально оставили фотографии как исторические. Да. Значит, это вот этот островок, на котором мы сейчас находимся. Дэвис-Айленд. И здесь вот фотографии, как только его начинали строить, разрабатывать. И вот этот как раз дом был один из самых первых. Честно скажу, не знаю, где именно он здесь на фотографии, но вот эта улица, в принципе, на которой мы находимся, одна из главных. И самые-самые вот первые дома, да, которые были построены. Где-то здесь. Да. А, даже смотри, здесь нет. Но есть винный холодильник зато. Угу. Так, теперь мы можем пройти на второй этаж. Мы первый весь обошли. Давай заглянем быстренько. Я люблю заглядывать в такие помещения. Здесь кладовое помещение под лестницей. Достаточно большое продляется вот до конца лестницы. И получается, что все спальни будут на втором этаже. И есть еще даже третий этаж. Ворота такие, да. Да, да. Можно сказать child safe. Второй этаж. Вот эти хорошие вещи. Красивые чугунные ворота. Проходим. Здесь у нас входная зона на второй этаж. То есть мы посередине всех комнат. Угу. Да. И здесь получается три. Значит, на этом этаже три спальни. Еще одна спальня будет на третьем уже этаже. Значит, одна из этих спален довольно-таки просторная, светлая. Тоже здесь оставили деревянные оригинальные полы. Но поменяли вот эти вот все подоконники. Все это поменено, конечно. Кстати, интересно, окна. Окна старые. Окна старые, да. Да, довольно-таки, довольно-таки старые. Может быть, даже оригинальные. И давай заглянем сюда. Ах, смотри, какая она мосюсенькая. О, боже мой. Вот так вот. Если у кого достаточно одежды, чтобы сюда поместилось, то... Да, интересно. Ага, интересно. Зато это можно назвать спальней, потому что есть... Есть хоть маленькая. Да, гардеробная. Так, извини. И смотри, здесь тоже есть какая-то кладовка. Вот. Хотя, мне кажется, тоже двери вот оригинальные. Похоже, да. Да. И что вот интересно с такой вот ступенькой ванная комната. Здесь ступенька. Угу. Вот не знаю, или добавили они ее, если ее изначально здесь не было. Потому что, мне кажется, в оригинальном бы доме ванная была тоже на как бы на одном уровне со всеми. Мне кажется, это что-то они уже здесь добавили. Может быть, из-за этого вот эта кладовочка убралась с той стороны. Ну да, логично. Вот. Вторая спальня. Мне кажется, немножко она поменьше. То же самое, в принципе, оригинальные окна, деревянные полы. И она совмещается сразу с master bedroom, родительской спальней. Здесь, конечно, очень просторно, светло. И находится классная комната, которая мне очень нравится. Ну, не знаю, насколько она практичная. Значит, это гардеробная. Много окон здесь. Но, мне кажется, недостаточно места как раз вот для вешалок, для гардероба. Хотя очень много полочек тоже. Знаешь, здесь как раз повесить и есть куда, а где сложить. Сложить, да. Ну, свитер, например, да, свитера положить. Обувь даже, да. То есть, таких закрытых полочек их не хватает. Но, с другой стороны, можно продлить и закрыть вот эти, к примеру. Да, можно. Также и обувь. Здесь, ну, такое помещение вообще нереальное. Да. Очень уникальное, я бы сказала. Очень светлое. Да. Хочется даже просто. Но непрактичное, ты права. Здесь у нас, кстати, есть дверь. Я думала, что, может быть, это шкафчик, но это кондиционер. Угу. Это уже не подойдет под гардеробную. Да. Ну, интересное решение. Кстати, я заметила, что здесь еще небольшое помещение. Угу. Тоже можно сделать. Ну, тоже как гардеробная, да. Тоже, да. То есть, в принципе, можно использовать обе комнаты. Да. Неплохая идея. Вот. И они полностью переделали ванную комнату здесь. Здесь уже полноценная, душевая. Вот что, знаешь, Надя, мне нравится в этом доме, это наличие окон в каждой комнате. Здесь в любой стороне дома очень светло. Угу. Да, да, заметно. Очень светло. Может быть, кстати, на улице сегодня не так солнечно. Но сегодня достаточно пасмурно и все равно светлое помещение, да? Да. Наталья, ну как ты думаешь о предназначении этой комнаты? Я бы сказала, игровая для детей, хотя она значится как спальня, у них есть кладовка, как бы отдельно, хотя дверей нет, но… Я бы сказала, смотровая. Или даже смотровая, да. Я бы купила большой телескоп, поставила бы в эту комнату и возила бы из окна в окно. Да, причем здесь они в каждой стороне. И можно увидеть сам центр города, если вы сюда будете смотреть. Черепище. Покажи, пожалуйста, виды из… Очень красиво. Да, виды из этой комнаты, вообще очень красиво. Вся тампа проглядывается. Да. Ой, кстати, смотри, здесь интересно, вот это функционально или нет, крыша. Здесь можно… Да. Интересно, если есть выход. Я, конечно, сомневаюсь, может быть, она… Можно было бы сделать такую party roof, вечеринки, веранду, да, красивую. Да, было бы прикольно. Да, было бы прикольно. Может быть, мы дверь не заметили. Может быть. В общем, да, с каждого окошечка здесь есть какой-то красивый вид. Или на даунтаун, или на соседей. Да, на улицу. Да, так что вот такой дом старинный. Спасибо, Наталья. Да, мы сейчас еще посмотрим backyard, дворик. Да. Что еще очень важно, что во многих домах мы не находим вот этих построек этих годов, это то, что, понятное дело, раньше не было машин, гаражей, и очень сложно найти дом с гаражом, чтобы была отдельная гаражная какая-то, ну, как бы часть, да, для машины. Поэтому здесь очень ценятся дома, где есть свой собственный гараж, они прямо идут как вот золотые. Наталья, я знаешь, что не заметила в этом доме, может быть, мы найдем, или я не заметила, или я забыла, что мы заметили постирочное, стиральное, сушение машины. Да, есть. Это была в секретной комнате, там одна была дверь, как раз вот выходила на постирочную, потому что там машинок не было. А, хорошо, поняла. Да. Поэтому я их не заметила. И, кстати, ты знаешь, что твоя идея была очень хорошая, если можно было бы добавить душевую, то есть вот из той постирочной можно было бы сделать душевую, потому что она довольно-таки большая. Угу. Добавить, потому что там уже есть все трубы проведены. Да. Так что один из вариантов. Один из вариантов сделать маленькую студию, сдавать ее на Airbnb. Шикарно. Вот так. Тем более в такой части города старого это будет уходить просто на уран. Угу. Согласна. Ну, а мы находимся теперь как бы на, я бы сказала, боковой части дома. Покажем немножечко задний двор. Хочу показать вам вот эту вот часть. Это старая для почты почтовый ящик, который они оставили. Очень интересно. И большой плюс этого дома, это то, что здесь нереально длинная driveway, подъезжая часть, поэтому у кого сколько машин поместится. И тоже очень классно то, что они поставили гараж, который как раз вот очень ценится в этих домах. тоже большой плюс этого дома. И задний дворик. То есть это вся подъездная часть гаражу получается. И задний дворик маленький. Ой, да. Мне кажется, даже бассейн бы и не поместился, может быть, какой-то детский. Тап, скорее всего, можно поставить, маленький. Да, как такового заднего двора нет. Ну, вот, ты знаешь, интересно, что можно было бы сделать вот с той, не комнатой, а вот с той площади, которая как бы крыша, да, на том этаже. Мансарда вот там, да? Можно было бы что-то вот интересное поставить. Да, как раз вот. Ну, сделать такой задний дворик, да, но вообще было бы здорово там сделать бассейн. Бассейн, да-да-да. Мне кажется, в таком старом доме, но это не предусмотрено. Даже, мне кажется, это уже, в принципе, архитектурно даже не переделать под это. Друзья, мы сейчас едем на следующий объект. Это совершенно две разные вещи, которые вы увидели сейчас и что вы увидите потом. Следующий. Цена практически одинаковая. Почему мы хотели это соединить в одном видео? Все. Цена практически одинаковая. Наталья будет делать для нас тур, но эстафету возьмет Дэвид. Так что увидимся на следующем объекте. Пока, оставайтесь с нами. Вот продолжается наша экскурсия в Тампа. С вами сейчас Дэйв Эггерс, Надя исчезла. Хорошая новость, что второй дом мы стараемся делать чуть-чуть быстрее. Может быть, плохая новость. Мой русский не совсем хороший, как Надя. Будут ошибки, но, надеюсь, забавно. Сейчас Наталья объяснит и будет наш основной гид. Наталья, второй дом. Спасибо, Дэйв. Очень классно, что ты со мной в этом доме. Покажем сейчас все нашим гостям. Значит, смотрите, ребята. Этот дом находится тоже возле центра Тампы. И почему мы с Надей хотели его вам показать? С Дэйвом показать, насколько можно купить или увидеть разные дома в одной части города. Потому что сам центр города был в основном застроен в 20-х годах прошлого столетия. Конечно же, там очень много домов как бы старых. Но также можно найти и вот такие вот новенькие дома. Этот построен в 2023 году. Здесь еще никто не жил. Вот, и по цене тоже довольно-таки похоже с тем, что мы смотрели изначально. Значит, цена этого дома миллион семьсот пятьдесят. Он идет с бассейном. Намного больше по квадраториям. Три тысячи квадратных футов. Это где-то двести семьдесят-триста квадратных метров. Здесь пять спален и четыре ванны. И район чуть другой, да? Другой остров. Значит, это мы уже как бы на главном материке, так сказать, возле Тампы. Буквально пять минут на машине от центра города. Здесь, конечно, на велосипеде вы до центра города не доедете. Ну, на машине довольно-таки очень близко, да. Тоже считается очень хорошей частью. Здесь много, здесь очень хорошие школы. И рядышком тоже очень много ресторанчиков, магазинчиков, всего чего вот дает город. Но от центра чуть-чуточку подальше, буквально вот пять минут. И Тамбрэйди чуть подальше живет, да? Тамбрэйди немножко подальше, да. Хорошо. Погнали, посмотрим. Давайте. Значит, как вот мы сюда заходим, есть такая довольно-таки хорошая эре, где можно поставить стульчики, диванчики, тоже наблюдать за соседями, здороваться с утра. Кстати, фанатики нашего канала, может быть, смотрели дом, где мы с Надей живем, и совсем такой же план, можно здесь сидеть. Очень похоже. Наш дом тоже. Очень похоже, здорово. Чуть новый. И мне нравится здесь стеклянная дверь, довольно-таки высокая. Значит, как заходите, очень светлый дом, большой, просторный, много света, все белое, так стильно сделано, и очень высокие потолки. Да, все очень чисто, modern, очень современный стил, мне очень нравится белое, светло везде, потолки высокие, да, очень красиво. И помните, мы в первом доме говорили, что у нас есть прихожая, как заходите, здесь, конечно же, видите, как вы видите, прихожей нет, вот сразу уже можно гостям подавать напитки, вот, и дальше. Я представляю, что мальчики могут покер здесь играть и бар совсем рядом. Да, хорошая идея, да, и зачем прихожая в этом плане, вот, и как проходите в главную часть дома, открытый концепт, кухня довольно-таки просторная, очень много места, красивые, я вот смотрю, очень красивые тоже декорации, не декорации, вернее, а красивые очень люстры, лампочки. Конечно, все appliances новые, хорошее качество, LG, газ, не электрик, очень удобно. Вытяжка, значит, все шкафчики идут до самого верха, поэтому у кого есть лестнички, да, очень много места. Очень много места, очень удобно здесь все. И там место, где можно кушать, конечно, breakfast nook, но быстрее, чем nook, я сказал бы. Да, да, вот интересное такое вот решение люстрое. Да, очень модно. И классно то, что здесь есть камин, поэтому, мне кажется, будет добавлять очень много уюта в доме. Да. И просторно. Много мест, можно смотреть, как Надя любит готовить и смотреть телевизор здесь. Да, очень удобно. Хорошее место. Может быть, продолжаем? Да. Но здесь, конечно, pantry, yes, но может быть, чтобы быстрее, быстро открою. Да. Просторное. Все очень удобно. Кстати, мне очень нравится холодильник. Холодильник интересный, да. Да, крутой, новый. И что классно, использовали площадь по максимуму, значит, здесь длинная такая кладовочка, так что вот она еще туда заворачивает. Я называю это Гарри Поттер комната. Да, 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 да. Под лестницей много. Некоторые своим питомцам делают такие небольшие специальные, как бы, комнатки. Ага, и, кстати, здесь инфраструктура, электричество и так далее. И в этом, в этой модели есть одна спальня, которая находится на первом этаже. Так что очень удобно для тех, кто... Гости, если бабушка не хочет, может быть, на втором, она может здесь жить. Совсем туалет рядом. Да, очень удобно, туалет рядом. Высокие двери везде, так что нестандартные, тоже хорошо. Заметно, что хорошее качество, типа строит его очень хорошо сделал. И все продумано, вот даже маленькие, как бы небольшие такие эри, где все равно поставили полочки. Например, здесь они добавили место для... Чампунь никогда не всегда делают. Да. Чуть дороже. И даже, Дэйв, смотри, тайл сделали до самого верха. Иногда строители останавливают, а здесь вот подняли до потолка. Люкс конструкция здесь. Тоже молодцы. Кстати, просто быстро взглянем гараж. Тукар, два, двух, не сто. Ну все, конечно, свежие, новые, но даже полы они очень хорошо сделаны. Эпакси называется. Эпакси. И вот это интересно. Пропейн, кажется. Это water softener. Для смягчения воды. Ага. Хорошо. Так, ну и пойдем на второй этаж. Здорово. Здорово. Я закрою дверь. Кстати, сегодня наш оператор, наш сын Дэниел. Спасибо, Дэн. Да, он молодец. Да. Лучше, чем папа. Не лучше, чем Юлия Руфлорида, конечно, но Юлия. Так, как мы вот зашли на второй этаж. Здесь тоже есть небольшая эрия, как бы барная стойка. В общем, видимо, люди любят развлекать людей, гостей. Так что есть такой небольшой мини-бар. Мини-бар, да. Тоже можно есть. С своей кладовочкой. Так что места достаточно. Угу. И начнем с этой спальни. Значит, все остальные спальни на втором этаже. Заметьте, ребята, очень высокие потолки тоже на втором этаже. И много света. Да. И окна тоже высокие. Хорошие качества. Кстати. В этой комнате тоже есть отдельно, получается, своя ванная комната. Хорошо, что там тоже окно дает свет. Да. И walk-in closet. И все кладовки уже идут со своими шкафчиками, то есть как бы не заезжай здесь и живи. ничего не надо дополнительного делать, кроме как я бы, наверное, поставила или блайндс, или шторки на окна. Так, вторая комната. Такая же самая. Очень просторная, светлая. Тоже идет со своим гардеробной, со шкафчиками. Кстати, одна спальня имеет своя, свой ванная. А вот это вот, да. И вот это шер, кажется. А вот это вот, да. А это получается отдельно, да. И здесь уже на два, на две рамки. Вторая и третья спальни вместе используют эту ванную. На втором этаже. И спальни, я вот замечаю, что они очень просторные, не маленького размера. Ага. Что тоже. Да. Вот это огромный гардероб. Много. Много места. 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 Еще раз, квадратный метров сколько? 300. Значит, где-то 300 метров, да. 3160 квадратных футов. Да. И пять спальни. Очень хороший план они сделали. Типа. Продуманно. Очень эффективно использовали место. Продуманно. Все, получается, три спальни. Они, хоть и рядышком, в одном месте, но они все равно отдельно друг от друга. Ага. Вот. Машинки здесь находятся. Довольно-таки удобно. Угу. Здесь инфраструктура, я заметил там. Угу. Угу. Здесь инфраструктура, я заметил там. Угу. Два кондиционера, кстати, один на первый этаж, второй на втором, но оба air handler здесь на втором. Ага. И такая прям просторная кладовка для них. Ага. Так. Ну и... Самое хорошее, вспомнил на втором этаже, это, конечно, master bedroom. Просторная. Мне кажется, здесь просто даже танцевать можно, устраивать танцплощадку. Видно бассейн, где мы заканчиваем экскурсию. Да. Ну, да. Красивый вид, природа очень хорошая вокруг. И что интересно, они поставили встроенные шкафчики уже сюда. Да. И гардероб огромный тоже, но очень много мест. Даже Надя может найти место. Так. И, конечно, просторная ванная комната с ванной и душевой. Ага. Не всегда мы замечаем, иногда бывает только один из вариантов, когда два встречаются, это хорошо. Сейчас очень модно серый, конечно, съят. Всегда он темный серый. Туалет отделный, конечно, и огромный-огромный гардероб. Очень, да. Да. Даже Надя вместится здесь все ее вещи. Мне кажется, любая девушка это оценит, вот эту гардеробную размер. Ага. Ну, это и первый, и второй этаж, может быть, перерыв, и продолжаем где бассейн, чтобы попрощаться. Пока. Друзья, я вернулась в кадр. Я надеюсь, вам понравилась экскурсия от Натальи и Дэвида по дому. Я старалась остаться в стороне, погуляла вокруг дома. Но... Самая хорошая часть. Самую хорошую часть. Это бассейн. Это бассейн. Мы заканчиваем этап и будем попрощаться. И попрощаемся. Да. Наталья, показывай нам задний двор. Смотрите, как открываются, можно полностью открыть стену. Много места, которое особенно накрытое, поэтому здесь можете поставить скамеечки, стульчики, не быть под прямым солнцем. Но также и те, кто хочет позагорать, вот есть место для лежачков. Конечно же, бассейн полностью новый тоже, переделанный, со своей джакузи. Есть место для стульчиков. Там жили, там для детей, может быть, площадочка не так глубоко. Не огромное место, но мне кажется... Мне кажется, достаточно. Достаточно. Очень красиво. Тем более, опять-таки, это центр Тампы. Да. Здесь, в принципе, большой земли, наверное, нет. Нет. А если она есть, она стоит очень дорого. Да. Я считаю, что такого двора вот больше, чем... Кстати, и не нужно обслуживание этого двора. Да. Не нужно стричь, ничего стричь. То есть, маленькие кустики, то есть, обслуживание маленькое. Друзья, мы сейчас с вами попрощаемся. Спасибо большое, Наталья, за твое время и за очень интересную экскурсию по городу Тампа. Естественно, в Тампе это не... Можно найти что-то и подешевле в других регионах. То есть, очень много здесь районов, очень хороших районов, там более бюджетное можно жилье найти. Но вот просто сегодня мы хотели центр Тампы показать. Да. Очень красивые дома, красивые девушки. Спасибо, Дэвид, тебе за участие в этой экскурсии. Друзья, спасибо вам, что вы нас смотрите. Я очень надеюсь, что вам понравился сегодняшний обзор, сравнение двух домов. Для меня это очень было интересно. Я когда увидела Наталью на предложение, а давай посмотрим два дома, я сказала 100%. Это очень интересная история и модерн сравнить, одинаковые по цене. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. У нас будет еще много очень интересных обзоров. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok